друзья всем привет сегодня видео у меня будет про пруд я сделаю нарезочку из моих архивов там есть конечно и вертикальные видео но то что было как записывала я вставлю видео как мы его копали и постепенно постепенно вот в течение года как он у нас существовал как изменить как мы запускали рыбок как они росли мои заметки заключения что я поняла для себя что надо делать что не надо какие вообще с кем проблемами я сталкивалась все это я расскажу при показе вот этих вот нарезочек этих видео как себя вела вода профиль ты расскажу про материалы которые мы использовали примерно сколько нам это обошлось вот очень много просто спрашивают я решила пусть будет это видео соберу все в одно в одно видео чтобы потом давать ссылку на него по многочисленным заявкам снимаю это видео начали мы копать пруд в мае 2020 как раз когда объявили пандемию и все сидели дома у нас было вот это две недели на то чтобы взяться за пруд разметку мы сделали еще перед зимой девятнадцатом году но учет это как вы к не доходили были планы у нас раскопать до полутора метра в самую глубокую точку но по ходу дела получилось метр тридцать так расчет не рассчитали в принципе нам хватает глина у нас почва глина с песком я прошу прощения за качество съемки тогда еще я не собиралась ничего для youtube снимать так чисто себе на память но рада что сохранилась хотя бы это в общем глубина получилась метр тридцать самая глубокая точка среднюю остальное где-то по 60 по 80 сантиметров немножко с уклоном от 60 и до 80 а потом уже глубоко короче такие ступеньки мы обязательно делали для растений то есть мне надо одна большая ступень их и 2 маленьких по краю так это примерно выглядела прям вот срезали делали ровненько пленку мы купили винилит обошлась она нам почти 10000 но лучше конечно брать мембрану просто винилит вот такой вот геотекстиль мы положили вниз 250 обошелся нам около 3000 и винилит винилит лучше конечно мембрану но винилит мы взяли его он и дешевле у нас просто не было среза больше и клеить его удобно очень а вот с мембраной там надо очень сильно помучиться чтобы его уложить конечно винилит служит не так долго до 10 лет ну как написано в описании мембрана служит до 40 ну будем менять со временем если что-то будут проблемы вот мы налили воду из скважины у нас вода железная налили и две недели она отстаивалась через две недели она стала прозрачной но дальше будет видно выложили по краю вот такой вот плитняк обошелся нам в четыре с лишним тысячи сейчас точно не помню но я думаю что рассчитывайте точно опять если на такой размер объем пруда у нас получился где-то 7 кубов так хочу вас обратить внимание вот стрелочка показываю борта надо обязательно делать загибом на прям вот до травы потому что в итоге у нас немножечко через водопад стекала вода ну надо загибать и вот этот вот пленку чтобы она шла прям до травы у нас была ошибка мы потом исправили ну все я тебя поздравляю любимый вы сделали большущее дело мы закончили он какая у нас но тут осталось только растение добавить и наш прудик журчит впоследствии мы переделали вот этот слив купили бамбук и сделали посимпатичнее пока вода еще не стала прозрачной ну где-то через неделю после залива пруда мы съездили купили нимфей нимфей мы покупали в подмосковье там по симферопольский по симферопольскому шоссе вроде ватерлилия . ру по моему называется сайт у них есть инстаграм я их там нашла и купила две нимфей одну его селекции которые он там разводит там мужчина он занимается именно там селекции нимфей и одну сортовую нимфей вот так который он сам разводил у него там какой-то сорт не очень удачно получилось но не такой как он хотел он мне отдал вообще за бесценок за 1000 рублей и мне этот сорт больше нравится чем сортовая сортовая цветет намного меньше ну какая-то такая прям и раз для раскачивания до больше времени вот я тазик использую чтобы чуть-чуть повыше ее поставить потому что нимфей надо на определенную высоту у нас вот здесь вот где я стою там 60 сантиметров а это нимфей надо было где-то сантиметров 40 поэтому я под нее ставлю тазики можно овощные ящики ставить вот а то нимфея 2 она покрупнее и она ну ей больше глубина нужно у меня там вот на мелководье до 80 сантиметров в пруду получается так это у нас осенью нимфей были извлечены из воды вот так вот они разрослись очень видите где у меня отверстие там рыбки кои ползали весной я уже переделала сетки сделала покрупнее и без без отверстий мужу было холодно их доставать конечно это октябрь месяц конец октября здесь я срезала и образовалась в общем три точки роста я ее поделила потому что маме обещала эту сортовую нимфейку и вот так вот мы опустили их на вот этих вот веревочках которые не гниют эти пластиковые и привязали к камушкам и весной мы их уже потом доставали непростое это дело скажу я вам честно так спустя недельку еще вода стала вообще прозрачная то есть это железо выпал осадок и опустилась у нас еще такой насос был какой-то там бюджетный из лераумерлен мы установили его вначале на наш водопад вода была прозрачная потом я запустила стартовые бактерии дальше видео я покажу что за бактерии я про них еще буду тут показывать и потом у меня пришла идея что мне нужны рыбки кои вот эти вот сеточки я поставил предварительно прежде чем купить кои потому что карпы шкодят и залезают в глину вот эту вот в которой посажены нимфеи все это баламутит и вода становится такая мутная я кстати дальше видео покажу они у меня потом смогли все-таки залезть но не в эту я там дырочки проделала под листочки они под ними ползали испортили мне воду и видео я это покажу и эти сетки они препятствуют проникновению кои очень нужны вот были куплены маленькие рыбки кои по 500 рублей я покупала было было у нас запущены пять штучек две красных одна желтенькая и две темных темно-черные первое лето пропала у нас одна рыбка мы так подозреваем что-то съел это скорее скорее всего я не знаю какой-то хищник вряд ли наши кошки наши кошки не могут залезть пруд я находила в этом году чешую от одной рыбки в общем короче исчезли вот самые черненькие не яркие а вот они потом потемнели но стали полностью практически черные но их и в пруду было не видно и мы подозреваем что хищники просто это кои они не ядовитые но хищники видят яркий свет и обходят стороной яркие цвета у нас такие подозрения потому что самые яркие самые вот желтый красный они не тронуты в итоге в первую зиму у нас одна зима всего с ними было первую зиму они перезимовали четыре штучки то есть одна исчезла 4 перезимовали потом уже ближе к лету исчезла еще одна темная темная темно-серая вот такие они совсем малютки были очень симпатичненькие как они зимовали я дальше расскажу видео и покажу мы ставили специальный аэратор зимовали они на глубине вот такие прям кружки вот это вот одна из тех которые исчезла она дальше стала почти серой то есть краснота ушла поэтому если будете покупать вот по моему опыту лучше ярко-желтую ярко-красную потому что их и видно очень хорошо так кошка интересуется здесь хорошо видны сетки под нимфеями но я брала в этом году больше сетки крупнее чтобы листики проходили ничего не застревала такая была прозрачная вода до того как мы вмешались дальше покажу что случилось я так подозреваю что там уже были бактерии вот в этом вот слое который осадок вот этот вот железный или кислотность была правильная в общем вода была прям идеально прозрачная я буду тоже начинаю растения всякие подсаживать брала из местного пруда а вот это вот мы уже купили фильтр фильтр сейчас покажу коробку от него вот называется пант пантех пантех это китайский производитель но фильтр такой неплохой то есть немцы делают в Китае у них есть немецкий аналог дорогой это более бюджетный вариант это я рыбкам кои давала дождевых черей они их замечательно кушали потому что корм с верхнего этого с глади воды они еще не брали потому что было холодно снизу они собирали тогда спасали червячки это середина лета где-то конец июня наверное видите как идеально выглядит водичка кои уже подрастают нимфеи зацветают все было красивенько и я пришла к тому мнению что надо наверное все таки помыть будет пруд весной и залить новую воду из скважины подождать пока на две недели отстоится все дальше расскажу почему я к такому мнению пришла вот красота растения растения обязательно нужны на ступеньки ставить чтобы чистили они они питательные вещества забирают из воды то есть это биоплато биоплата очень многие наверное кто делает пруды с этим знакомы вот растение я набирала на местном у нас есть несколько прудов в округе я там собирала у меня болотный ирис сейчас я его дальше покажу вот болотный ирис я его замачивала в марганцовке сажала в такие вот ящички овощные и обкладываю галечкой вот галечка не добавляю землю чтобы все-таки корни брали питание из воды хотя рекомендуется конечно добавить грунт но я тогда не вижу смысла они будут питаться из грунта какой смысл тогда их использовать как биоплато конечно лучше строить отдельно биоплато делать ручейки там вот эти вот течения но так как у нас прудик очень маленький участок маленький мы вот сделали много ступенек и на ступеньки ставим вот эти вот растения разные чем больше растений которые живут в воде тем лучше я потом уже в конце года посадила этот самый не камыш а рогоз рогоз такой который здесь у меня еще его нет я потом его принесла очень хорошо росли у меня в прошлом году вот эти вот белокрыльник но в этом году почему-то не хочет расти уж не знаю но жив там жив но еле-еле прям прям раскачивается это я показываю воду мутную после того какой залезли мне под сетку в немфей вот они так взбаламутили вот буквально за 20 минут вот это вот уже прошло несколько часов и вода начала оседать но я думаю так как она уже попала вот этот вот весь в воду она уже запустила процессы процессы зацветания это мы купили такой вот водный пылесос насос водный пылесос очень он мощный прям вот за за минуту набирает вот такой вот таз и после того как мы вот это вот про пылесосили у нас собственно начались мы хотели убрать осадок вот этот от железа со дна но сделали это зря мне кажется мы зря вмешались надо было так оставлять этот осадок потому что вода была идеальная после того как мы вот туда влезли я думаю нарушили какую-то экосистему и вода начала после этого цвести я думаю тут было несколько факторов то что мы нарушили вот эту экосистему то что мы воду долили вот здесь вот уже видно начинается процесс зацветания с тех пор она такая ну и плюс еще коида там когда все перекопали туда попала вот это вот взвесь это глина воду и питание для зеленых водорослей вот пожалуйста результат это вот я открываю коробочку показываю вам вот эти бактерии которые я запуск добавляла до того как выпускала рыбок то есть рекомендуется добавить стартовые бактерии они имеют вот такой вот гранулки какие-то вот видно или здесь видите я насыпала их видно вроде как улучшает воду для содержания вот это вот у меня фильтр он так выглядит грязь но это еще кстати не сильно грязный он еще более-менее более-менее не готов был к мытью сейчас он намного грязнее это все дело выглядит это я его помыла вот такие губки там внутри четыре губки и еще отсек для для биозагрузки сейчас я вам покажу фильтр мне оказался обошелся где-то в 19 тысяч вместе с насосом вот это вот здесь биозагрузка это понимаешь здесь должны заводиться бактерии я не знаю как делать я в тот раз я еще ну что сделала глупость помыла его прям дать до чисто так а это у нас уже осень и мы купили аэратор аэратор чтобы рыбки зимовали им нужен кислород иначе они там задохнуться подо льдом вообще была идея такая что он будет работать у нас на 70 литров и что не будет замерзать гладь воды ну то есть будет лунка и будет еще кислород попадать но у нас на 70 литров он маловато все-таки замерзает замерзает и мы пробивали зимой луночки но когда замерзала он работала кислород все равно подо льдом мне кажется он поступал то есть было такое что сковывалось льдом вот это нам нужно было пробивать если брать 300 он прям сильно сильно будет работать и у нас на 70 ну в принципе рыбки перезимовали кислорода хватило но несколько раз нам приходилось пробивать лед лед образовывался до 35 сантиметров и у нас под ну был максимальный минус минус 36 было минус 32 несколько дней держалась температура то есть больше 40 сантиметров не не было льда вот это мы купили уже камеру подводную нам было интересно как там наши рыбы живы или нет они зимовали на самой глубокой точке мета 30 у нас там и вот мы туда опустили нимфей для зимовки и рыбки там между ящиками зимовали они кстати немножко подросли после зимы не кормили мы их потому что я их откармливала перед осенью прямо чтобы они жирку набрали очень хорошо кормила они кушали и потом когда уже температура упала не перестали есть и до весны я их больше не кормила ни разу так вот они перезимовали то есть воздуха им хватило слава богу и еды пищи тоже запаса это я их первый раз кормлю это конец апреля по-моему чуть-чуть потеплело и они так вот медленно и аккуратненько начали кушать то есть мои рыбки сильно выросли и они как видите три штуки осталось из пяти но съеденные говорю они перезима все зимовали но были съедены видимо кем-то такая такая у меня история пока с прудом вот такого размера выросли рыбки очень большие больше моей ступни пришли лягушки в наш пруд очень много лягушек будем мыть весной пруд и будем на начать лягушек убирать потому что лягушки тоже будут зимовать скорее всего внизу и тоже будут забирать кислород но мы также включим авиатор я надеюсь что рыбки перезимуют еще хочу сказать что есть проблема с тем что на камнях растут вот эти вот водоросли нечатка они практически всегда появляются я чищу и но появляется использовали бамбук внутри тоже там зарастает ведь не очень ну мне вот такой вот нравится вид водичка конечно зелененькая вы видели процесс становления хотела добавить воде этой полтора года я думала будет лучше после зимы но очень много было талово снега я несколько раз вот этим насосом пылесосом сливала воду потому что было конкретное переполнение в этом году было очень много снега если остались какие-то вопросы спрашивайте надеюсь мое видео оказалось для вас полезным я буду вам благодарна очень за лайк за поддержку подписывайтесь пожалуйста всем желаю удачных экспериментов и пока пока